Добрый день, дорогие мои! Сегодня под чтением матушкой рассказа Антона Павловича Чехова, Ванька Жуков, кто-то написал комментарий. Читаем вместе все рассказ, очень известный Антона Павловича Чехова, Ванька Жуков. Ванька Жуков, девятилетний матчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли в церковь к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и разложив перед собою измятый лист бумаги... Ванька Жуков, кто-то написал комментарий. Что уж вы читаете такие рассказы, для чего это вам нужно, почему каждый теперь лезет стать артистом и пытается что-то читать или показываться... Для... В общем, это всё как бы для съёмок сделано. Матушку обвинили в этом. И я решил ответить на этот вопрос или прокомментировать то, что сказал этот человек. Вы можете найти там под Матушкиным рассказом этот комментарий, он более широкий. Начиная с памятника Павшим. Это памятник Павшим во Второй мировой войне, пестяковцам. Здесь у нас ещё и аллеи героев, где их портреты расположены. Но я вам неоднократно снимал это место, как люди празднуют, как они искренне приходят 9 мая поклониться своим предкам. И какое это, казалось бы, имеет отношение к вопросу и чтению Матушкой этого произведения Антона Павловича Чехова. А достаточно простое. Достаточно простое. Первое, что я вам скажу, это то, что Матушка-то вообще-то педагог по образованию. И читать произведения художественные – это её обязанность как педагога. В какой-то степени она это делает для своих внуков и внучек, чтобы они посмотрели. И они действительно смотрят. Да больше того, многие из вас тоже написали, что мы слушаем с внуком Матушкины сказки. И больше того, он меня призывает их смотреть, и ему это очень нравится. Ну, это первое. Но какое отношение это к погибшим имеет? Смотрите, мы с вами начали говорить о любви. О любви, которая у нас с вами является главной функцией христианина. Поскольку, если вы без любви и без дела нелюбовного, то есть вера без дел мертва есть, то вы, в общем-то, и не христианин. Христос нам принёс любовь. И эта любовь, она и есть то главное, что он нам заповедует через своё Евангелие. И эта любовь называется сострадательная. Я вам уже несколько раз об этом сказал. Больше того, ещё раз вам вот маленький эпизод из беседы отца Василия Родзянко, в котором он говорит об этой христовой любви, о сострадательной любви, как о главном делании для христианина. Всем этим, можно сказать, как бы покрывается самая замечательная любовь, сострадательная любовь, которая воспринимает страдания другого человека, как своё собственное. И это вот та любовь, которую принёс нам на землю Христос. Христос принёс её и своими словами, и своим учением, и своими притчами, и своей жизнью, и, что самое главное, своим собственным страданием. И если мы на это выходим, и мы считаем, что каждый христианин должен иметь сострадательную любовь, то я вам скажу так, этому нужно учиться. Этому нужно учиться. И учиться можно ведь тремя, как говорится, способами. Можно самому наступать на грабли. То есть один раз помочится, другой раз помочится, третий раз помочится. И тогда в конечном итоге вы начинаете понимать, как мучаются другие. Начинайте им сострадать, этим людям. Кстати, это достаточно, можно так сказать, эффективный способ, который Господь посылает нам для самообразования. То есть вот так самообразоваться можно через такие мучения. Но мы очень... Мы его не знаем. То есть когда мы с вами читаем Евангелие, и говорится, что все мучения нам во благо, но мы... Многие всё-таки принимают это как должное, что ладно, я буду терпеть эти мучения. Я буду эти мучения... В этих мучениях ещё и всем покажу, как я эти мучения переношу. То есть подвиг такой. На самом деле они-то не для того, чтобы ты показал, как ты умеешь переносить мучения. Но для того, чтобы ты, перенося эти мучения, получил сострадательный любовь. Чтобы ты научился видеть, что другие-то люди тоже мучаются. У других-то людей тоже проблемы. Я сегодня одному, который у меня в ВКонтакте есть, можно так сказать, ангелу, несколько лет я терпел, как он набрасывал мне огромное количество текстов про то, как ведут себя окружающие люди. Нет, он ещё и рассказывал, как он себя ведёт. Вот, он всегда страдает. У него всё время очень всё плохо. Но и окружающие такие, которые всё время ему эти страдания приносят, чем? Тем, что они ведут себя не так, как он хочет. Не так, как ему нравится. Вчера я всё-таки после очередного длинного такого набора текстов его спросил, я точно должен всё это читать? И он обиделся. Простите меня. Я понимаю, каждый утопающий спасается сам. Вот, я буду обращаться при Святой Троице. Ну, в общем, так подобиделся, что я вдруг ему не все его тексты принял. А почему? Я ему написал, что, к сожалению, вот так в этом страдании можно всю жизнь проводить. То есть, один ищет благо, один ищет любовь, ищет доброту, радость. Нам же радуйтесь и веселитесь, Господь заповедует. А другой вот ищет страдания. При этом эти страдания у него иногда гораздо меньше, чем у окружающих. Они гораздо легче должны бы переноситься. Так нет, он ещё и начнёт накручивать себя. И начнёт уверять, что он самый, значит, страдающий человек. И из этого страдания вынимает себе пользу. То есть, его начинают жалеть. А жалость – это, я бы так сказал, уже полулюбовь. То есть, уже сострадание есть. Она становится... Жалость действительно... Любовью, когда появляется делание. Делание. Так тоже можно сидеть и сострадать всем. Этому, этому, этому я страдаю. Но если ты страдаешь, где твоё проявление любви? Какую пользу ты приносишь? Ещё раз вот вчера, позавчера, мы съездили к нашим... Ну, я надеюсь, друзьям. Я так бы их назвал. Хотя они, конечно, считают меня духовником и всё остальное. Где, на мой взгляд, вот настоящий герой. Живёт женщина, которая имеет, можно так сказать, глубокую степень церебрального паралича. У неё и речь плохая, и ходить она с очень большим трудом передвигается. Но она ни разу не взяла полагающуюся ей пенсию. А у неё первая группа. Первая группа. Вот. Она ни разу не села в коляску, которая ей полагается. Ну, вот эти инвалидные коляски. За эти годы ей уже и электрическое полагается. Вот. Она закончила два высших образования. Она работает в налоговой инспекции. Причём на должности, которые связаны с общением с людьми. Вот это меня вообще удивляет. Как она умудряется им объяснить. Но она говорит... Я не могу долго говорить. Я им сразу говорю. Что нужно сделать. Ну, это, видать, хорошее преимущество. Но. Вчера... То есть, позавчера-то узнал. Она и в больнице-то не была. А с 1998 года. Вообще в больницу не ходила. И я удивился. Как так? Я вижу этих ребят чаще всего прямо всех болезненных. Уж им помогают, помогают. Им эти, значит, коляски дают. И пенсии платят. И каких-то реабилитологов назначают. Но. И правильно делают. Это правильно делают. Но я вижу, как только включается даже у этих людей делание, делание, так у них совсем другое здоровье. Господь им тоже посылает. Есть у нас, вон там, у сына знакомые, где олимпийским чемпионом стал такой человек. Ну и так далее. То есть, на самом деле, делание делает человека правильным, если он это делание направляет на реализацию сострадательной любви. А где взять сострадательную любовь? Как ей научиться? Первый способ, я вам сказал, самому пройти все эти страдания. Я вам скажу, да, самый быстрый, но мало кем осознаваемый. Но из этого способа зато настоящие святые выходят. Второй способ, посмотреть на окружающих, как они живут. Увидеть, как и у них страдания. Ощутить их боль, как собственную. И начать сострадать именно из этой боли. Начинать сострадать именно из того, что этим ближним ты можешь помочь. И это тоже способ. Ну а третий, самый эффективный способ, который уже много веков используется. Это обучение через чтение или общение детей. С детства нужно научать этому состраданию. Если мы с вами посмотрим, ну русские сказки, например, посмотрим. Они же все сострадательные. То есть это так удивляются, значит, иностранцы, что русская сказка вся направлена на то, чтобы кому-то, кого-то спасти. Кого-то, значит. Это же удивительно было, что у нас вдруг... Ну погоди, стал популярен. Мучает, мучает, мучает там зайца, волк. А какая тут, в общем-то, должна быть выход или вывод из этого? Почему зайца гоняют, а мультфильм любят? Потому что сострадают. И волк-то там мучается больше, чем заяц. Но его не сострадает, потому что он гонитель при этом сострадании. Поэтому читать произведение, где научается ребенок сострадать, нужно всем. Если не можете сами читать, то идите смотрите матушкины сказки. Поскольку чтение, оно может быть тоже разной по углубленности, как говорится, своего и выражения, и восприятия. Поскольку нужно в него вложить правильную эмоцию, нужно в него вложить правильную дикцию, чтобы ребенок учился еще при этом. Нужно сделать, где нужно, паузы и где нужно усиление. И для этого, конечно, профессиональное чтение наиболее благоприятное для слушания ребенка. И поэтому вот матушка и читает, я ее просто специально иногда прошу, потому что я вижу, много чтения стало. Но чаще всего стали либо профессионально читают, а не красиво читают, но эмоциональности никакой нет. Больше того, стало много электронных переводов. То есть текст пускает, и там какая-то электронная женщина или мужчина, бубу-бубу-бубу-бубу-бубу, все это прочитывает. И я вам скажу, что в таком тексте потеряно огромное количество смысла. Поскольку у нас по психологическим понятиям не в содержании, а в эмоции содержится 70% всей информации. То есть не главное, что ты читаешь, а главное, с какой эмоцией ты это читаешь. Как это все отражается в тексте. Поэтому Чехов один из лучших наших, можно так сказать, психологических авторов. Он действительно вышел на показ маленького человека, на показ Ваньки Жукова. Это было достаточно удивительно, поскольку в это время распространялись другие романтические всякие произведения. Или наоборот, распространялись духовные глубоко такие произведения. Его же сначала не приняли, его же сначала ругали. Что ты нам описываешь каких-то Ванек, каких-то Манек там и всякую ерунду, как анекдоты какие-то восприняли. А после-то поняли, что это и есть глубина народная. Ее у нас в наше время повторил Шукшин. Вот Чехов и Шукшин – это одного полиягода, как говорится. Поэтому, дорогие мои, просите матушку, чтобы читала больше. Я знаю, что у нее еще много в загашнике чего можно прочитать. Просто ей все время некогда, она все делает, делает она все нас с внуками, с внуками снабжает. Ну, любовью сострадательной снабжает. Ну и сами, вот посмотрите, в каком вы находитесь статусе. То ли вы тот, кто требует этого сострадания, то есть находится все время в состоянии, умоляя вас, то есть как на паперте все время стоят. И раньше можно было стоять на улице с кружечкой, а теперь можно в интернете стоять и собирать сожаление к себе, сожаление к себе, вот такую сострадательную любовь. Либо вы на пути к пониманию и учитесь состраданию. Ну, а если вы уже в некотором возрасте, где уже есть опасность, что вы из этого мира, где это сострадание проявить можно в полной мере, уйдете, то начинайте правильно сострадать. Начинайте включать любовь сострадательную и делательную. И тогда вам не будет удивительно, что это матушка такие читает. А я хожу в этот магазин. Здравствуйте. Покупаем здесь хлеб, хороший все время. Да вообще здесь хорошие продукты всегда. Все, здоровья всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...